Кому-то нравятся смартфоны из алюминия, кому-то нравится soft-touch пластик, кто-то покупает себе защищенные смартфоны. Сегодня на распаковке Xiaomi Mi Note Bumble Edition. Смартфон с деревянной задней крышкой, изначально из коробки. Итак, это новое видео на канале Gadgetmania. Мы начинаем. Поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс Gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. Gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Друзья, вы не поверите. Со второго раза снимаю распаковку. Снял, все так на 15 минут. Хорошую такую подробную распаковочку данного смартфона. Уже сел монтировать. И, короче, смысл в том, что не покупайте дурные флешки. Никогда не экономьте на носителях информации. Поэтому снимаем со второго дубля. Уже немножко повертел смартфон в руках. Поэтому не сочтите, скажем так, за наглость. Вы, скажем так, второй раз будете видеть распаковку. Я, вернее, буду видеть второй раз. Вы, конечно же, первый. Итак, начнем с комплекта поставки. Смартфон поставляется. Он считается флагманом 2014-2015 годов. И, соответственно, поставляется тоже с премиальными. Если вы заказываете на Алиэкспрессе, ссылочка будет в описании. Вам дают чехол оригинальный. Вам дают комплект пленок. Пленку мы только что наклеили свеженькую. И сам смартфон вот в такой вот коробочке. Здесь вы можете увидеть краткие технические характеристики. То есть, соответственно, не совсем свежий процессор, но зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,5 ГГц на ядро. 3 ГБ оперативной памяти. Full HD дисплей. При этом это фаблит. У него разрешение, диагональ, вернее, 5,7 дюймов. То есть, соответственно, такая же, как на Samsung Note 4. Обязательно будет сравнение с другими устройствами. Пока секрет с какими, но я надеюсь, вам понравится. Итак, у нас батарейка на 3000 мАч. На коробке написано, что 2900-3000 мАч. Но я думаю, 3000 здесь есть. Две SIM-карты, GPS GLONASS и LTE, конечно же, поддерживается. Ну что, погнали. Давайте смотреть, что здесь. Здесь есть, конечно, все логотипы и так далее. Что это вообще супероригинальная версия. И смартфон, на самом деле, очень-очень-очень стоящий. Если вам не нравится, если вам заколебали формы, те, которые вы видите в современных смартфонах, то это именно для вас. Итак, комплект поставки, как всегда, скажем так, не отличается. У нас есть смартфон. Давайте его пока оставим в сторонке. У нас есть комплект документов со скрепкой. Здесь лежала скрепка, соответственно, вот она здесь рядышком. Вот, даже не здесь, а вот здесь. У меня две скрепки есть. Здесь у нас комплект документации. Не совсем интересно, потому что там все на китайском языке. Давайте посмотрим. Наушников никаких, конечно же, в комплекте нет. Это же компания Xiaomi. Даже Fablet, даже свои, как сказать, флагманы она продает вот в таком вот урезанном комплекте. У нас есть блочок, быстрозарядки, 2 Ампера, 5 Вольт. Я думаю, что смартфон будет заряжать порядка 2-3 часов. Все зависит, наверное, вот от этого кабеля и, соответственно, от этой зарядочки. Оригинальный кабель Xiaomi даже не будем его доставать. И больше, соответственно, у нас здесь ничего нет. Поверьте моему слову. Не будем задерживаться на коробочке. Давайте перейдем непосредственно к виновнику данной распаковки. Это, конечно же, смартфон, который, если честно, поразил меня тем, что он действительно очень тонкий, он действительно очень стильный, он действительно очень большой, но при этом он достаточно компактно смотрится в руке. И, в принципе, управлять одной рукой даже есть режим. Вы понимаете, что в прошивке MIUI есть режим, который позволяет пользоваться одной рукой. Но я сразу хочу вас предупредить о том, что я попросил у продавца установить кастом на рекавере. Очень много кастомных прошивок. Мы будем тестировать на этом телефоне. Очень много всяких прошивок. И изначально здесь сейчас установлен голый Android 6.0. Итак, давайте про сам смартфон. Значит, 5.7 диагональ. В руке лежит... Давайте коробочек усить чуть подальше. В руке лежит достаточно хорошо. То есть, не то, что хорошо, а вообще отлично. Благодаря скругленным краям вот этой вот фасочки, как бы, просто безумно красиво смотрится в руке. И действительно удобно. Угол не натирает и никаких претензий по этому поводу нет. Итак, давайте пройдем по внешнему виду. Оценим всю прелесть данного устройства. Здесь действительно установлена деревянная крышка. Она действительно из бамбука. Практически ничего сзади у нас нету, кроме глазка камеры. Двойной двухтоновой светодиодной вспышки металлического логотипа компании Xiaomi. И это действительно прекрасно. Фасочка здесь точно такая же, как алюминиевая рамка, соответственно. И она такая же, как на айфонах. То есть, друзья, это действительно великолепно. И у нас есть скругление по торцам с задней стороны. Очень сильно напоминает версию. Будет, как всегда, видео. Все плюсы и минусы данного смартфона. Некий обзор и мое, скажем так, высказывание. Все, что я, скажем так, за какое-то время сочту нужным сказать про этот телефон. То есть, у нас сзади скругленные края. Еще больше, еще удобнее держать его в руке. Еще красивее он становится от этого. Итак, задняя сторона у нас больше ничем не примечательна. То есть, здесь больше ничего нет. Давайте поговорим, что у нас у смартфона снизу. Снизу у нас зарядка microUSB, соответственно, miniUSB, простите, micro и mini. Постоянно путают эти стандарты. Здесь два разделителя антенн. Есть решеточка под динамик. Еще один плюс этого смартфона. Даже вот прямо из коробки знаю, что звук в наушниках и звук из динамиков здесь потрясающий. Дальше. С правой стороны у нас есть кнопка включения-выключения, сдвоенная качелька регулировки громкости. Сверху опять разделитель антенн. Мне кажется, это инфракрасный порт и, соответственно, 3,5 мм. Корпус неразборной, батарейка несъемная. И имейте в виду, что сюда не вставляется никакая microSD карточка. Данная модель поддерживает 16 гигабайтов внутреннего накопителя. И рассчитана на две сим-карты. Отдельный слот. Давайте его посмотрим. Он, на самом деле, достаточно прикольный. Здесь уже стоит, соответственно, моя наносим-карта для тестов. То есть мы понимаем, да, интересное решение. Это наносим и микросим. Ну, опять же, в 2015 году наносим-карты никого не удивишь. Это действительно уже такой мейнстрим. Компания Apple начала пулевать в свои устройства данный вид сим-карточек. И он действительно позволяет сделать устройство еще тоньше. Спереди у нас великолепный Full HD дисплей. Слава богу, это не 2К, потому что данный процессор, наверное, бы и справился с таким разрешением 2К. Но, наверное, смартфон грелся бы достаточно жестко, тротлился и так далее, и тому подобное в играх и при высокой воспроизводительности. Значит, у нас спереди 5,7 диагональ. Защищенное стекло Gorilla Glass 3. Сверху, как всегда, логотип компании. Сверху также разговорный динамик у нас. Есть модуль 5-мегапиксельной передней камеры. Задняя камера, если уж разговор зашел о камерах, на 13 мегапикселей. Многие ее ругают. Посмотрел несколько обзоров, сравнений, но уже производил тестовые съемки. Сейчас попробуем что-нибудь сфотографировать. Камера, в принципе, достойная, более чем достойная. Итак, снизу у нас, соответственно, рамки устройства достаточно тонкие, даже на конец 2015 года. Снизу у нас три сенсорные клавиши, возврат назад, домой и меню. И, соответственно, их можно будет менять в зависимости от прошивки, то есть убирать. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как на прошивке ее можно, допустим, убрать вообще эти и сделать их наэкранными. Все, наверное, по внешнему виду все. Единственное, что хотелось бы еще раз отметить, прекрасный внешний вид. Это действительно закаленное стекло. Еще оно выполнено по технологии. Одними из первых стали делать именно вот с этого фаблета. 2,5D, закругление, то есть вообще прекрасно свайпается, все хорошо. Пленочка, которая в комплекте находится, очень хорошего качества и никаких претензий к ней нет. На самом экране есть лиофобное покрытие. И вы не обломаетесь в том плане, что она, конечно же, оставляет отпечатки пальцев, но пленки и вообще я советую наклеивать защитные стекла. Защитное стекло, скорее всего, придет совсем скоро на этот смартфон. В общем, смысл в том, что экраны дорогие, в замене доллар растет, поэтому защищайте свои смартфоны. И если что, ссылочки у нас мы снимали несколько. У нас есть прямо серия видосов про то, как мы рассказываем вам, как защитить ваш смартфон. На самом деле, потратив 5-10 долларов, вы избежите трат на 1000 рублей. Включаем устройство. Конечно же, первоначальную настройку мы уже прошли. Здесь все очень просто. Это Android 6.0. Я сейчас вам покажу, что это именно так. Смотрите, версия Android 6.0. На FOPDA и вообще на форумах очень много прошивок к данному устройству. Как я уже сказал ранее, будем тестировать всевозможные кастомные прошивки. Конечно же, доступен, если кто-то покупает устройство Xiaomi ради прошивки MIUI. Конечно же, здесь самая последняя прошивка доступна. Это седьмая версия. В общем, все работает и никаких проблем нет. Дальше. Давайте поговорим о звуке. Я вам сейчас продемонстрирую. Сначала вот есть у нас пункт меню кнопочки. Если мы отключаем, у нас появляются на экранной кнопочке и отключаются, соответственно, кнопочки на самом корпусе. Но пока данный элемент мне интересен. Поэтому мы оставляем то, что придумал сам производитель. На кнопочке посмотрели. Давайте послушаем звук. Действительно, звук он офигенный. Я вам сейчас включу. Прикольно. И самое что интересно, здесь еще и в наушниках звук просто бомбический. Насчет отдельного аудиочипа, присутствует он здесь или нет, я расскажу скорее всего во всех плюсах и минусах данного смартфона. Но мне кажется, что он здесь присутствует и он отрабатывает каждый потраченный доллар просто на ура. Мне изначально нравится данный смартфон. И скорее всего я буду искать минусы в нем. И, наверное, может быть найду, может быть нет. Так, звук посмотрели. Давайте посмотрим на камеру. Для того, чтобы посмотреть на камеру, нам надо что-то сфотографировать. Включаем. Так. Камера у нас здесь стандартная. Ошибка камеры. Это все из-за прошивки. Сразу не обращаем внимания. С первого раза может не завестись. Я думаю, что вам достаточно видно. Здесь достаточно мелкий текст. Фокусировка по тапу работает. Примеры фото-видеозаписи постараемся сделать. Снимает смартфон 4К без проблем. Соответственно, воспроизводит Full HD. Ну, 4К снимает. Давайте фотографируем. Сейчас у нас со вспышечкой. Давайте вспышечку выключим. Достаточно среднее сейчас освещение. То есть, смартфон я практически в тени фотографирую. Хотя у меня свет здесь горит. То есть, смотрите, как все четко. Я фокусировался на вот эту область. На штрих-коды. На IMA. Прикольно, да? На самом деле, камера здесь... Я не знаю, что они ее ругают. В принципе, с прямыми руками, с этой камерой можно сделать достаточно хорошие вещи. Как сфотографировала со вспышкой. Ну, опять же, это сугубо дело лично каждого. Но, мне кажется, за ту стоимость, сколько стоит смартфон, камера очень и очень даже хорошая. Дальше. Давайте поговорим о прошивке. То есть, еще раз напомню, что доступно очень много кастомных прошивок. Из коробки изначально, если вы не просите продавца, не просите того человека, кто вам продает данный смартфон, установить что-то такое, что вы не хотите устанавливать или не можете установить, то доступно изначально MIUI, по-моему, на Android 4.4.4 или .2, короче. Но уже сейчас, вот как вы видели, Android 6.0, работа столов, все плавно, все без проблем. То есть, все отрабатывает просто на ура. Отлично, просто отлично работает. Допустим, тот же Instagram. Смотрите. Все подгружается достаточно быстро. И работает, в принципе, на уровне флагманов 2015 года. Вот, наверное, пожалуй, все, что хотелось бы рассказать в распаковке данного смартфона. Со второго раза, скорее всего, это все дело получилось. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Ждите наших сравнений. Ждите обязательно подробный обзор и, скажем так, сравнение всех плюсов и минусов данного устройства. Обязательно пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru. Место, где мы собрали воедино все скидки, купоны, промо-акции. Вообще все, что можно найти в интернете по халяве или с какой-то максимальной выгодой, мы собрались для вас специально на одном сайте. Ссылочки, как всегда, на смартфон, на наши ресурсы, на интересные интернет-магазины будут в описании к нашему видео. От вас просим подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте. И, конечно же, по возможности зайти в Instagram и полайкать наши фоточки, если вам это не сложно. Всем большое спасибо. Совсем скоро Новый год и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.